Давай пригласите его сейчас проверим пока по базе. Здравствуйте, да конечно присядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Без номеров ты якобы там? Просто ударил я его что-то. Что сказать? Сугроб что ли? Не. Бордюр? А, да-да-да. Бордюр ударил. Несколько час был. Сервис сейчас закрыт, поэтому так было. А, ДТП попали что ли? Нет, ДТП оформление не делал, просто ударил я бордюра и все. Бордюра ничего не сделал, не буду. А номера повредились, да? Да, мой буфер уже упал. Так не бывает же. Бывает, просто моя машина, как можно снять, эта снега не уйдет, когда я до конца газ нажму. А документы делаешь? А чья машина-то? А? Машина чья? Аренду. В аренду взял? Да. Сами взяли? Да. Или кто-то другой? Я, я сам. Просто в аренду берете машину, кататься? Да. Штраф будет, а то что без номеров? Без этого не можно, пожалуйста. А? Без этого не можно. Что ты их хватишь? Пожалуйста. Один раз по-человеческому, пожалуйста. Ну я понял, но у нас закон как-то запрещает. Сатя 12-2-2. Кодекс РФ административного проношения. А сами где проживаете? В Казани? Да. Если бы ДТП у вас было бы оформлено, то есть я мог бы понять, что ДТП попал, там все понятно, ситуации разные бывают. А здесь вопросы едете без номеров и говорите, что куда-то заехали. ДТП надо было оформиться. На каком курсе учусь? Второй. Второй курс? Да. На кого я учусь? Дипломат хочу. Дипломатом? Угу. Потому что там зарплата хорошая. И мне авторитетная, и хорошая будущая есть, поэтому, ну не знаю. У вас на машине штраф много очень. Вы когда, как давно арендуете машину? А? Арендуете как давно машину? С какого времени арендуете? Угу. Неделю всего. Неделя? Угу. Какой господин уже? Товарищ лейтенант просто. Господин. У нас, в моем стороне, этот господин Административный, Гагарина. На фотографиях нос не похож. Но это уже старая фотография, поэтому... Ну как старая? Каком году получается? Слушай, извиняюсь. Удача взятка на основном лице, это уголовно наказуемое деяние. Пожалуйста. У вас важно праздновать. Давайте меня тоже. Но это же не вы. Ну вам тоже. Реши из вас, да. Это же не вы, это друг или брат вас? Давайте, пожалуйста. Вот, вот, вас на самом деле как зовут? Перман. Перман? Ага. Мы сейчас поедем в отдел и по системе Пабилон, по пачкам, посмотрим ваши данные. Пожалуйста. Если там другой человек выйдет. Пожалуйста. Господин Гагарина. Скажите, что делать? Ну, один раз все по-человечески можно... Ну, по-человечески я по отношусь. Я же вас не трогаю, там, не оскорбляю, не бью, там, как говорится. Я знаю, не знаю просто. С вами нормально разговариваю просто. Вот я беру водительское удоверение в свои руки, здесь фотографии совсем другого человека. Пожалуйста. Или это поддельное водительское удоверение? Чё? Это поддельное водительское удоверение или друга вашего? Что это поддельное? Ну, через принтер напечатлено. Да, фальшивая. Оригинал? Ну, только друга, да? Или брата? Я знаю, что это не вы. Один раз помогайте. Нет, я вам помогу, чем смогу. Да, хорошо. Мне скажите, чьи это права. Я говорю, это вашего друга, правильно? Или сокурсник, однокурсник. Вам не 32 года. Вам максимум 25 лет, правильно? И 23, правильно? А у вас как зовут на самом деле? Дидар. Динар? Дидар. Дидар? Зачем? Обманываете сотрудников полиция? Зачем? Пожалуйста. Нарушили, нарушили. Едите без номеров. С чужими водительское удоверение. Сами не получили водительское удоверение. Пожалуйста. Один раз. У вас в Туркменистане за дачу взятки что делать? Скажаю. Европу предложите. Вопрос я вам образовываю. Если вы, допустим, взятку дали сотрудников. У вас что делать? Хорошо. Дежурный рост. Телефон не берете. Пожалуйста. Пойдемте, выйдем без машины. Подождите пока. Так, дидар. Сидите в патрульной машине. Заходите туда. И кладете деньги. Зачем так делать-то? Я же вас предупредил, что дачу взятки на нашу милицию. Это уголовно наказуемое деяние. Пожалуйста. Один раз вам его дайте, пожалуйста. Тут 7-1 и 12-2-2 без номера. И 7-1 это дрова водится до второго времени. Документы ваши, где паспорт для вас? Нет. Где? С собой нет. А где? Что вы работаете? Кто-нибудь сможет привезти? Ну, уже обшага закрыта. А вы как собираетесь сюда попасть? А? Как собираетесь в обшагу попасть? Ну, завтра утром. Завтра утром? Вам полно сколько лет? А? Полно сколько лет? В 1998. В 1998 года? Где-то. У нас запрещается давать. Взять на основу лицу. При исполнении. Ясно. Это у нас карается уголовным кодексом Российской Федерации. Господин, мне не надо сказать. Посмотрите, как мне плохая ситуация. Зачем сейчас вы мне ситуацию говорите? Я знаю. У нас есть закон, есть закон. Мне не надо сказать, но пожалуйста. Вы сейчас давите на жалость. Пожалуйста. Помогите. Хотя этот раз. Пожалуйста. Не надо было деньги давать. Извините, я ошиблась. Просто я боюсь. Я же вас предупредил, что отдача взятия на основу лица. Это уголовный кодекс. Вы, однако, несмотря на это, положили деньги в салоны патронной автомобиля. Хотели откупиться? Хотели откупиться, говорю? Чтобы я вас отпустил за деньги? Не, не, не. Сколько рублей вы туда положили? Пожалуйста. Ну скажи, сколько рублей положил? Не знаю, я тоже. Не знаешь? Примерно. И в салоне патронного автомобиля тоже ведется аудио-видеозапись. Там написано и перед вами камера стоит. Есть надпись, что ведется аудио-видеозапись. Вы сейчас что хотите этого? Хотите один рапорт? Пожалуйста. Еще раз говорю, я вам помогу, чем смогу. Но все ваши действия будут с точки зрения закона будут оформлены. Составлен соответствующий рапорт. Будем изымать деньги, которые вы туда положили. Там ведется аудио-видеозапись. Я вас предупредил, что запрещается давать взятку на основном лицо. Отпустить вас? Если можно. Это невозможно. На 98-го, это СИМ-1. Это Игорь и Марат. Они ровесники, оба работают инженерами, у обоих из них есть своя семья. Но только у Игоря есть машина, а у Марата нет. Дело в том, что Игорь узнал об автокредитовании от автосеть.рф раньше, поэтому уже на коне. А Марат узнал позже, поэтому у него машина появится через три, два, один. Встречайте! Автосеть.рф. Продажа проверенных автомобилей с пробегом. Дай вальское сирене, пожалуйста. Джалоладдин. Джалоладдин. А то, что поддельная у вас водительское сирене вы не знали, да? В смеси поддельная? Я как положено учился и как положено. Нет, понятно, что учились, но это водительское сирене поддельное у вас. Я не знаю, я как повезло. Я как положено учиться. пишут от этого будет зависеть ваша судьба если у вас выясните что поддельное водительское сверение вы вас депортируют скорее всего на родину откуда вы сами родом вами здесь работаете я работаю трава ндп на трава ездят кондуктором а до этого вы же говорили что кто-то вам подарил данного дискуссорен если подарил кто в дарить будет не знаю вы ждете так говорили что подарил то нет кто будет дарить я ващите поехал и получил девять месяц там у нас частенько попадать такие водительское сверение поддельный сейчас будет штраф вам от 5 до 15 тысяч и собственница будет штраф 30 тысяч рублей автомобиля автомобиль перемещается на спецтаянку и пакет анна что него поделиваться надо на парке и до патрики понятно у вас ребенок же еще дали сейчас я подскажу материал составит машину вам передать на спецтаянка не поставит а так по данной статье предусмотрена спецтаянка данных транспортных средств не надо пожалуйста нет но вам передадим вы управлять умеете конечно вот сейчас сами поедете за рулем он чтоб ребенка на улице не оставить а так пока он будет в отделе полиции московский наверно отдел полиции будет вам подскажет номер телефона ставите вот до экспертизы он будет в отделе полиции после экспертизы дознание и следственные отделы примут решение куда его поместить либо подписка не вывезли либо следственный изолятор она находится у нас набережная для иностранных граждан либо он будет находиться там до окончания следственных мероприятий